Распитие алкогольных напитков Ликбез правовой по применению статьи 19.3 на практике И вот вернемся, есть у нас такая книга Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь Который содержит статью 19.3 Она состоит у нас из 5 частей И предусматривает ответственность граждан за Часть 1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива На стадионе, улице, скверах, парках, общественном транспорте и других общественных местах Кроме мест, предназначенных для употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива Либо появления в общественном месте в состоянии алкогольного обвинения Оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность То есть мы услышали, что законом предусмотрена ответственность за распитие спиртных напитков Вкратце, в общественных местах За исключением мест, предназначенных для распития спиртного То есть закон прямо определил, что распивать спиртное или пиво и слабоукольные напитки на детских площадках, парках, скверах и других общественных местах запрещено. То есть кем бы ни был человек, который распивает, ну понятие общественного места, ну наверное все-таки достаточно понятно. Если вы где-то на озере, в лесу с друзьями, там после охоты или рыбалки употребили там алкогольный напиток, навряд ли кто-то пойдет, ну во-первых там не найдет вас там участковый инспектор или там патрульная служба, я думаю это допустимо. Но если вы открыто сидите во дворе дома, распеваете пиво, еще и поете песни, еще и в ночное время, ну наверное вам не заинтересуется, поскольку это недопустимо. Ну здесь это понятно, то есть есть места предназначенные для потребления алкогольных напитков, это там специальные бары, открытые площадки, рестораны, там алкоголь употреблять можно, разрешено, если это выделается культурно, то и даже в принципе может быть даже и нормально. Самый дискуссионный вопрос у нас состоит в второй части, либо появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющего человеческое достоинство и общественное нравственность. Состояние алкогольного опьянения это медицинский критерий, и он предусматривает, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, когда содержание этилового спирта у него в крови более 0,3 промилле. То есть этот критерий понятен, существуют, ну это они уже более наркологические, то есть до 1,5 промилле алкоголя в крови это легкое алкогольное опьянение, от 1,5 до 2,5 это средней степени, от 2,5 и выше это уже тяжелая степень алкогольного опьянения. Бывают случаи, что попадаются люди, в моей практике были, некоторые управляли автомобилями более 4 промилле, ну и 5,2 промилле даже было у погибшего в результате ДТП. То есть такие разные. Что же такое, вот есть такое понятие алкогольного опьянения, это критерии более 0,3 промилле алкоголя в крови, и вот состояние алкогольного опьянения, оскорбляющего человеческого достоинства и общественного нравственности. Вот этот критерий, он оценочный, нигде не записано, нету никаких соотношений между тем, действительно, все-таки, с каким содержанием этилового спирта в крови человек считается оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность. Тут тоже бытовая, нельзя это привязать, поскольку попадала мне недавно женщина, хотя она и была потерпевшим, говорила, выпила две рюмочки, но по показаниям иных свидетелей она дралась с хозяином дома, где употребляла спиртное, допускала нелестные выражения в остальных. То есть поведение каждого человека, состояние алкогольного опьянения, оно индивидуальное, поэтому его привязать к промиллям невозможно. Что же оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность? Это, мне кажется, тоже довольно понятно. Это люди, спящие на лестничных площадках, на остановках общественного транспорта, люди, которые не могут самостоятельно идти, шатаются из стороны в сторону, которые непрятно одеты. Это основные критерии, которые являются основанием для того, что вами заинтересуются работники милиции. То есть мы все, жители нашего города, ходят по улицам и вот сказать, чтобы вам подходила там какая-то сотрудники патрульно-постовой службы, обнюхивали там вам, приставали, наверное, риторический вопрос, что вот как нам добраться из ресторана домой. Ну, я не скажу, что сильно, там уже там прямо старый такой судья, но работает с 2008 года в должности судей, рассматривает довольно много административных дел. Ну, суд рассматривает вот это правонавушение совершенно повторно, конечно. То есть по части первой несут ответственность за граждане, появившиеся в общественном месте, состояние алкогольного пьяния, оскорбляющегося, достоинства. Первый раз. Ну, вообще тут существует такая еще у нас профилактическая мера. По этой статье, если человек признает вину, ему вносится предупреждение, разъясняется, что, когда первый раз попадает, что, ну, так делать нельзя. То есть второй раз, если он в течение года уже попадается, его рассматривают органы внутренних дел, эти дела, и там сумма штрафа у черного живота в размере до 8 базовых личин. Обычно она там от 0,10% базовая, это 4 рубля штраф. А мы уже рассматриваем, когда уже человек повторно после этого привлечения попадает к нам. То есть ни разу в мое поле зрения не попал человек, который, там, нормально одетый, там, с супругой или, там, девушка, вышел из ресторана, чтобы его попала, поймала милиция и доставили в РВД. То есть, вышел, выйдя, употребив алкогольные напитки, нормально себя ведя, у вас шансов попасть в органы внутренних дел нет по пути следования домой. То есть, если вы идете под ручку, там, со своей любимой девушкой, супругой, друзьями, то есть не галдите, не кричите, не разбивайте никакие там мусоры, ну, я могу со всей ответственностью заявить, шансов быть привлеченным к ответственности по этой статье у вас нету. Но, у нас, ну, как бы так, обратно же вступает в силу популизм этот, все мы ходим в рестораны, бары, я, ну, не скажу, что часто хожу в рестораны, бары, но очень часто мне попадают, при рассмотрении дел, видеозаписи, как себя ведут наши граждане, когда отдыхают в всех ресторанах и барах. Что можно сказать? То есть, иногда смотришь, там, параллельно происходит порядка трех драк, то есть, граждане, уже употребившие спиртное, уже начинают, там, это самое, я не знаю, и песни петь, и милых дам, там, приставать навязчивые на Зою, ну, и уже, когда выходят с этого ресторана, идут домой нормально, потому что уже орут песни в 4 часа ночи, шатают со стороны, вот, падают, иногда не доходят до дома. Вот эта категория граждан, выходящая из ресторана или клуба, или бара, она, естественно, заинтересует работников милиции, и вот они попадут уже в силу этого явного своего возмутительного вида, скорее всего, к нам, переночуют некоторое время в органах внутренних дел, и вот такие, наверное, ну, наверное, это понятно, какой-то чрезвычайший, или там, я ни разу не видел, по отношению, бывали случаи, что судом прекращаются даже дела, и в административных правонарушениях по этой статье, когда видишь, что, ну, вот, что, вот, обычно доставляют на рассмотрение человека, ты видишь, что он нормально одет, его там содержание этилового спирта в крови менее, там, пяти крови, говорят, ну, да, я выпил, что, и вот много, и я не скажу, что это там, ну, сотни, но десятки дел таких было, когда люди освобождались ответственность за отсутствие состава действительных правонарушений. Порядка 60% это, ну, люди, ну, знакомые, то есть, это ранее судимые привлекаются к этой ответственности. Не видно, что человек, который идет, шатаясь, там, на босу ногу, или, там, без майки, он куда-то идет в магазин, или поздно вечером куда-то собирается с каким-то мешком, ну, и он явно привлекает, ну, внимание работников правоохранительных органов, и, по сути дела, задержанием за это появление общественного вести в состоянии алкогольного пьянения предотвращается совершении иных, более значимых правонарушений. Если раньше, ну, часто возникали вопросы, вот, говорили, ну, а чего не довести вот этого, ну, да, выпивший человек, идет это с работы, может, устал, уже шатается, чего не довести его домой, там, отдать жене, то времена изменились. На сегодняшний день ни жена, ни дети не рады видеть пьяного отца, который приходит с работы почти каждый день в состоянии алкогольного пьянения, который потом начинает, там, выяснять и с детьми отношения в семье, и с женой, ну, выпивший человек в состоянии сильного алкогольного пьянения, он нежелательно ввозь, по сути дела, дома. Ну, наверное, это уже стало очевидностью, и это уже стало другим правонарушением, предусмотренным частью второй статьи 21 КОА Республики Беларусь, которая является вторым по очередности этого признакам такого бытового психологического насилия в семье. Мы его рассмотрим отдельно.